Приветствую тебя, странник. Устраивайся поудобнее. Мы продолжаем цикл видеороликов по истории возникновения, развития и упадка арабского халифата на основе научного подхода по книге Августа Мюллера «История ислама». Сегодня я расскажу об объединении Аравии и последних годах жизни пророка Мухаммеда. В прошлом видео мы говорили о захвате пророка Мекки, к которому он стремился более 7 лет. Однако не прошло и 14 дней после захвата Мекки, как появилась сильная угроза с юга, а именно отделы бедуинского племени Хавазин пришли в движение и замышляют что-то недоброе. С двумя из подразделений этого племени еще прежде Мухаммед имел неприятные столкновения. Это были племя Сакиев, обитавшее к востоку от Мекки в городе Таифи и окрестностях его. Другое – Амир Сасана, главу которого Ибн Туфиля пало подозрение в умерщвлении посла правоверных в 625 году. Как и другие отделы племени, они поняли, наконец, что станут ближайшей целью мусульманского оружия, так как пограничное с ними племя Сулейм уже примкнуло к мединцам. Их полчища силою тысяч в 20 расположились лагерем вблизи Таифа. Трудно было даже представить, как успела это громадное войско и в такой короткий срок стянуться отчасти из отдаленных, далеко разбросанных пастбищ. 6-го шаваля 8-го года по мусульманскому календарю и приблизительно в конце января 630 года нашей эры по-христианскому, а Мухаммед, уверенный в победе, повел им навстречу свои десятитысячные войска. К ним присоединились две тысячи меканцев, с ними и бывшие заклятые враги ислама Абу-Суфьян и Крима и Сафан, предложившие охотно свои услуги новому господину родного города. 9-го вечера получено было через одного лазутчика известие, что хавазины расположились лагерем в недальнем расстоянии у Аль-Аутуса, что в переводе означает слово «печь». Они находились под командой Малика и Бенауфа из отдела Насар. При многих бедуинах находились женщины и дети, оставшиеся в тылу лагеря с тем, чтобы возбуждать до крайних пределов мужества сражающихся. Малик предусмотрительно выслал несколько кавалерийских отрядов в узкую долину Кунейн, отделявший его от мусульман. Там укрылись они в боковых ущельях, с намерением выждать удобный момент для нападения на неприятия. План удался как нельзя лучше. Едва забрежил утренний рассвет зимнего, тусклого, дождливого дня, как обыкновенный авангард Мухаммеда, бедуины под предводительством Халида, вступил в узкий проход. Отряд дошел уже до середины, как вдруг со всех сторон слева-справа накинулись на него толпы конных. Союзные войска пророка, состоявшие из бедуинов, привыкшие при подобных внезапных нападениях мгновенно рассыпаться и еще не вышкаленные окончательно железной дисциплиной ислама, повернули своих лошадей назад и поскакали без оглядки, увлекая вслед за собой равно ненадежных мекканцев. Ядроже войска ансары и те заколебались. Еще один момент и Мухаммед, окруженный небольшой кучкой правоверных, старавшихся заслонить его с собой, мог подвергнуться страшной опасности, быть отрезанным от своих сил. Пророк, однако, нисколько не смутился. Выхватил меч и с той же неустрашимостью, как когда-то у охота, крикнул громко, обращаясь к своим мединцам. «Сюда ко мне, люди древа!» Возле него стоял дядя его Аббас, обладавший громогласным голосом, и еще громче раздался тот же самый призыв, пронесшийся над волнующимися толпами беглецов. Более не требовалось, дабы напомнить союзникам об их обязанности. «К твоим услугам! К твоим услугам!» — передавалось от ближайших к дальним, и как бы по одному внезапному порыву сражением возобновилось снова. Мало-помалу поворачивали назад и другие беглецы. Поднявшись на стремена своего лошака, присматривался зорко Мухаммед к бою и вдруг воскликнул. «Ого! Печка таки нагревается!» — намекая на название местности. И действительно вскоре хавазинам стало невыносимо жарко. Племя сакив, оставившее дома своих жен, первое подумало о безопасности, которую представляли бедуинам стены Таифа. Остальные продолжали обороняться, но уже чувствовали, что им не удержать за собой поле сражения. Вскоре всем громадное войско бросилось в рассыпную. Те, которые взяли с собой жены детей, пробовали было защищаться в лагере при Алтасе, но и его последнее сопротивление вскоре было сломлено. Победителям достались 6 тысяч жены детей, 24 тысячи верблюдов и бесчисленное число овец и коз. Зато преследование совершенно не удалось. Племя Сулейм вспомнило, хотя и поздно, что хавазин их отдаленные родственники. Оно отказалось на ответ сражаться дальше. К тому же Малик со своими насритами сумел искусно прикрыть отступление, а затем и сам счастливо ушел с остальными в Таиф. Мухаммед приказал наскоро отогнать добычу в соседнюю долину Джирану. Здесь разместили ее окруженную стражей. Сам же пророк направился поспешно далее к городу Таифу. Таиф был хорошо укреплен, поэтому началась осада, продлившаяся 14 дней. Но пророк, поняв, что город будет тяжело взять, придумал новую стратегию, свернул осаду и отправился в Джирану для дележа полученной добычи. Верблюды, скот и другое имущество было поделено. Но женщин и детей он решил пока не делить, ожидая, что из Таифа придут переговорщики для выкупа пленных. Едва это было покончено, как появились наконец постранные Адхавазина. Земляки наши, объявили бедуины, готовы примириться и даже принять ислам. Но они рассчитывают, что Мухаммед возвратит им их жен, детей и имущество. Пророку особенно важно было войти с ними в соглашение, так как Таиф оставался еще непокорным, а после отступления легко мог сделаться очагом новой войны. Необходимо было и во что бы то ни стало побежденных, но не уничтоженных окончания Адхавазинов склонить к принятию веры. Поэтому объявил пророк выборным, что всего возвратить, принимая во внимание нужды ислама, он не может, но предлагает им выбрать себе по желанию или родных, или имущество. Они пожелали жены детей. По ходатайству Мухаммеда большинство мусульман согласилось беспрекословно возвратить пленных без выкупа. Совершенно удовлетворенные посланцы удалились, уводя с собой освобожденных пленных. Им поручено было в то же время сообщить начальнику Ихмалику, остававшемуся в Таифе, что его семья, а также имущество, сохраняются нетронутыми и будут ему выданы, как только он явится пророку и пожелает принять ислам. Малик действительно покинул тайком город и принял требуемую от него присягу. За это он был поставлен снова во главе хавазинов, кочевавших вблизи Таифа. Сделавшись мусульманами, бедуины тотчас же принялись грабить бывших своих союзников и держали их все время в полнейшем страхе. Так как Мухаммеду не было больше надобности заботиться о Таифе, можно было спокойно ждать, что жители их союзное племя Сакиф доведены будут со временем до полного истощения. Таким образом, с обычным ему одному присущим замечательным дипломатическим тактом успел пророк возместить невыгоды неудачной осады и в высокой степени вознаградить бедуинов и мекканцев. Во всей Аравии после мирного включения Мекки в союз правоверного государства не оставалось ни одной силы, которая могла бы избегнуть верховенство Медины. Хотя количество жителей, находившиеся к этому времени под владычеством Мухаммеда, не превосходило доброй трети населения всей страны, но впечатление непреодолимости, вызванное рядом успехов последних лет, ощущалось везде чрезвычайно сильно. Неспособность племен, расколотых на сотни беспорядочных общин, соединить воедино свои силы, с другой же стороны приманка, конечно заманчиво преувеличенная слухами о разделе несчетной добычи, так обаятельно действовала на большинство бедуинов, что почти все без исключения. Везде, даже в самых отдаленных округах, достаточно было просто приказание пророка и народ охотно примыкал к новому порядку вещей. Представители того или иного арабского племени приглашали в Медину, там им дарили дорогие подарки и всячески льстили их честолюбию, а затем объясняли все выгоды принятия ислама. Большая часть племен принимали ислам и стали платить десятину в казну мусульманским сборщикам податей. Но иногда приходилось силой оружия подчинять себе то или иное племя. К концу 630 года жившие в Таифе и рядом с ним Сакифы сильно ослабли. Малик со своими хавазинцами до такой степени тревожил жителей, что никто наконец не решался выходить из города. Надвигалось разорение, поэтому они решили отправить в Медину своих послов с предложением о мире и принятии ислама. После принятия ислама и оплаты податей Таиф вошел в состав нового государства, все их идолы были уничтожены. В некоторых областях Аравии, которые были также включены в молодое увеличивающееся государство, где сильны были позиции христианства или иудаизма, пророк позволил им исповедовать их религию, но брал с них налог гораздо больше, чем тот, который платили мусульмане. После захвата Мекки, хотя все идолы в Каабе были свергнуты, однако в первые годы еще разрешалось язычникам проводить свое паломничество в Мекку и поклоняться своими языческим богам. Это очень не нравилось пророку, и он решил покончить с этим порядком вещей. В 631 году, в последний день празднеств, по принесении торжественной жертвы в долине Мина, объявил посланный пророк Амали, всему собравшемуся народу, торжественное отречение бога и его посланника от услуг идоловых, как это сохранилось в начале 9-й суры Корана. Вот сущность содержания этого исторического документа. Ни один неверный отныне не может вступить в пределы священной местности для исполнения обрядов паломничеств. Договоры, заключенные пророком, с неверными остаются в силе до истечения срока подписанного документа, под условием продолжения, неуклонного исполнения по нему. Кто же не может предъявить подобного договора, тому предлагается на выбор или принятие ислама, или беспощадная война до истребления. До истечения священных месяцев даруется им беспрепятственное возвращение на родину, а затем они подвергнутся нападению на том месте, где будут застигнуты. Замечательные эти положения и поныне регулируют отношения ислама к исповедующим другие религии. Христиане и иудеи, живущие во владениях мусульман, охранены особыми договорами. Им обеспечена веротерпимость. Если они согласны исполнять условия, изложенные пророком, в его договорах с христианами Ниджрана и Айлы, с иудеями и Хейбара и с их северными единоверцами, но к язычникам совсем другое отношение. Они объявлялись главными врагами веры, и у них было только два пути – или принять ислам, или погибнуть. После этого в 632 году пророк совершает свое последнее паломничество в Мекку, зная, что уже никогда он не встретит в священном месте ненавистных ему язычников. Там он дал несколько новых откровений, перевел солнечный год на лунный календарь и произнес следующее. «Все мусульмане – братья», – так начал он. «Жизнь и имущество каждого из них должны быть священы для всех остальных. Запрещается мщение за кровь, пролитую во время язычества. Брак нерасторжим, семейное имущество во всяком случае переходит к законным наследникам. Женам приличествуют целомудрие и послушание, а взамен следует обходиться с ними кротко и заботиться о благоденствии их. Надо щадить рабов, не убивать их за прегрешение, и в крайнем лишь случае допускается продажа их. Вот в главных чертах то, что дошло до нас из этой прощальной речи». При всей краткости известий сразу бросается в глаза, какой великий шаг вперед делал ислам во всех отношениях по сравнению с обычаями древнеарабской жизни. На место прежней войны каждого против всех устанавливается прочный государственный порядок, имущество ограждается от расхищения и произвола, регулируется, хотя и они в совершенстве бра и правонаследия, рабы ограждаются от жестокости господ. Каждому мусульманину даруются равноправие перед законом. Для того времени это был большой прогресс. После возвращения в Медину на 63-м году жизни, в 632 году Мухаммед заболевает сильнейшей лихорадкой. В ночь с воскресенья на понедельник лихорадка ослабела, и рано утром наступило значительное облегчение. Правоверные находились, так рассказывает позже один из очевидцев, на утренней понедельничной молитве. Колыхнулся занавес, приподнялся и раскрылись двери, соединявшие дома Иши с мечетью. Выступил посланник Божий и замер на пороге. Когда правоверные увидели больного, то едва не прервали молитву от радости. Они подумали, слава Богу, беда миновала, а пророк кивнул им милостиво, как бы говоря, не прерывайте молитвы. И засияло лицо посланника Божия. В глазах затеплилось самоуслаждение, любо было ему поглядеть на правоверных, серьезно выстаивавших на молитве. Никогда не доводилось мне, продолжает свидетель, видеть пророка таким прекрасным, каким был он в тот момент. Затем повернул он назад, а народ стал расходиться по домам в надежде, что болезнь посланника Божия миновала. Вместе с другими отправился и Абубекар к себе в сонах. Это была последняя вспышка пламени жизни. Едва он успел вернуться обратно на ложе, как лихорадка возобновилась снова. Началась последняя борьба жизни со смертью. Беспорядочно следовали то тяжкие вздохи, то отрывистые слова, обращенные к Айше, заботливо поддерживавшие руку умирающего. К полудню почувствовала Айша, что рука тяжелеет. Взоры начинали блуждать, последовал один еще легкий возглас. «Нет, высокие мои товарищи в раю». И все смолкло, Мухаммеда не стало. Но прежде чем перейти к описанию дальнейших судеб его дела, да будет позволено бросить беглый ретроспективный взгляд на образ этого замечательного во всех отношениях человека. Пламенная ревность, с которой он относился к делу Божьему, его неустрашимое упорство в проведении религиозной идеи, невзирая на бесконечные преследования и бедствия, продолжавшиеся десятилетия, должны преисполнить душу всякого, умеющего ценить самостоятельное искание истины чистосердечным сочувствием. Его политическую проницательность, могучую власть над людским сердцем, самоуверенность и выдержка, с которыми удалось ему провести глубоко рассчитанный, во всяком случае, план постепенного покорения и сплочения арабских племен в одно мусульманское государство, все признают, едва ли кто решится оспаривать это. После смерти пророка Мухаммеда все его завоевания чуть было не были утрачены сильными восстаниями в разных частях страны. Но это уже другая история, продолжение смотрите в следующем видео данного плейлиста на моем канале. Подписывайтесь на меня в соцсетях, там мы обсуждаем видео и рассуждаем о будущих проектах, ссылка в описании. На этом у меня все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть видео первыми, нажимайте на колокольчик, до следующих встреч, пока.